Продолжение следует... 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 В первой части города близость к музею, к конному двору, к белому пруду, к лавре, она всем, собственно, очевидна. Поэтому целесообразность вот этой стройки, как общественной значимости, на мой взгляд, она очень низка. Более того, понятно, что это вызовет очень большой резонанс. И уже вызвало резонанс у жителей городского поселения, не только у жителей. И один из членов общественной палаты вчера озвучивал данный вопрос в Москве, там проходил расширенный в области форум по коррупции данной секции. Данный вопрос тоже был озвучен. Поэтому я немножко, коллеги, хочу ваше внимание еще обратить о том, что я уже говорил, что даже сейчас по закону, теперь уже по закону несколько месяцев, вообще вся полнота власти в городском поселении, юридической полнота власти, она находится за городским советом депутатов. Потому что по положению мы выбираем и главу из своего состава, обязанную будем выбирать, значит, мы также будем утверждать и руководителя администрации. Поэтому с нас и спрос, и я считаю, что и в данном вопросе мы должны тоже занять определенную какую-то позицию. И сразу хочу сказать, что предваряя реплики определенные, да, выделение как таковое несколько лет назад с земли было. Но это же не факт, что если на этом участке надо строить то, что хотят построить. То есть во всем должна быть еще логика, здравый смысл и целесообразность. И еще один аспект, который я также озвучивал, дело в том, что пускай нам объяснят. Вот сегодня, я знаю, был запрос, чтобы на комиссию принесли из городской администрации документы. Значит, какой план, сколько там должно быть парковочных мест. Потому что каждый объект ныне, значит, должен иметь определенное количество, согласно тому метро застройки, там, торговых площадей, должно быть определенное количество и мест, значит, парковочных. Там уже есть зодиак, там есть универмаг, там есть жилой дом, там есть близость к музею и есть еще общественная парковка, которая очень нужна, особенно когда сейчас закрыта здесь. Поэтому, на мой взгляд, мы должны сейчас послушать сотрудников администрации. Пускай нам, наверное, доложат о том, что все-таки какой объект, какой высоты. Были ли публичные слушания? И когда они были, эти публичные слушания? Хотелось бы узнать дату, протокол этих публичных слушаний увидеть. Я понимаю, что многие публичные слушания, они носят, в принципе, формальный характер, но, тем не менее, в законе четко сказано, публичные слушания проходить должны быть. А вас что беспокоит тогда? Ваши интересы каким образом ущемлены? Вот даже, если интересно, посмотрите, когда перед администрацией была стоянка, ну, порядка, наверное, 60-70 мест не менее было. Ну, та стоянка, которая рядом, там тоже примерно столько же мест. И у нас перед универмагом забито и тыльная сторона, и сосадная сторона. Сейчас администрация закрыла свою стоянку, смотрите, что творится в нас. Так возьмите и судите с администрацией, на каком основании это открыто? Нет, дальше. Сзади, с тыльной стороны машины стоят 80% задирака. Мы сейчас вынуждены будем свою территорию обозначить и запретить стоянку других машин. Во-первых, это ваше право, если вы действительно владеетесь земельными участками. А во-вторых, почему вы не пытаетесь оспорить действия администрации по закрытию данной парковки? Или что, кишка тонка? Ну, во-первых, администрации я, честно говоря, стараюсь как можно меньше вращаться. Ну, почему же? Это же младь, честно говоря. Это их проблема. Нет, это же младь, что-то еще их проблема. И машины перекочевали, и они, и администрации, и другие. Ну, почему, что значит, это ваша проблема, если она вас заставляет приходить сюда и обсуждать эти вопросы? Вы же пришли, я так понимаю, озабоченные тем, что вам не хватает парковочных мест? Я не сказал, что парковочных мест. А чем-то давно озабочено? Да, нет, для нас, для нас хватает. Но мы не можем, свои машины не могут подъехать ни под разгрузку, ни продавцы, ни посетители. Потому что закрыта стоянка, забита чужими машинами. Даже то, что люди приезжают, ставят машину, уходят в Макдональд. Ну, неправильно сделали. Ну, Игорь Евгеньевич, я хочу вам помочь, как бы, в этой ситуации отмучиться. Вы правильно, в преамбуле свое выступление сказали о том, что мы депутаты, очень-то ответственны за то, что происходит в том муниципальном образовании, в котором мы оказались избраны. Но при всем при этом, эта ответственность, она, к сожалению, такова, что мы не можем контролировать принимаемые, как в нынешний момент, решения исполнительной власти, так и, к сожалению, в те времена, которые далече. То есть, если вы, если вы, еще раз, вот я тут внимательно сейчас послушал, я так понял, что на самом деле, вот та мина, которую мы сейчас обсуждаем, и обсуждение, к сожалению, в большей степени является риторическим, вот, она была заложена очень давно, она была заложена 10 лет назад, путем выделения данного земельного участка некой коммерческой компании совершенно конкретной целью и совершенно конкретным видом разрешенного использования. И то, что это не произошло именно тогда, а произошло только сейчас, это всего лишь, так скажем, некое обстоятельство. Влиять каким-либо образом, к сожалению, мы не можем, безусловно, в наших правах и обязанностях выявлять, насколько законом является то или иное мероприятие, затрагивающее интересы наших избирателей. Вот, но вот те обстоятельства, в которых вот я сейчас в том числе оказался погружен, как бы для меня являются в связи с того, что и более того, там судебные решения есть, и более того, как я понимаю, исполнительно власть в какой-то момент, может быть, даже интуитивно опомнилась, я вот, например, лично тоже абсолютно против этой стройки, да, но власть когда-то опомнилась и пыталась саботировать, я так понимаю, некие те решения, которые она, по сути своей, должна была выполнять, в частности, утверждать строительный план, правильно, да? И, собственно, застройщик принудил в судебном порядке выполнить исполнительную власть те обязанности, которые возложены на нее. И мы сегодня вынуждены только констатировать то, что, да, произошел неприятный факт, вот, и у нас, к сожалению, нет никаких реальных инструментов для того, чтобы каким-то образом влиять на эту ситуацию. Для нас, я считаю, в большей степени это урок на будущее, потому что нам нужно создавать, я считаю, не просто тот орган, если сейчас речь идет, условно говоря, о комиссии по угростроительству, который только констатирует что-либо, да, нам нужно создавать тот орган, который может влиять каким-то образом на принятие этих решений. Люди, которые подписывают, например, Игорь Сергеевич Сажин, такие документы, они тоже подписывают не потому, что они так захотели, или как уже многие в прессе и жители стали говорить, на лапу получили, или еще что-то. Есть решение суда, которое он обязан был исполнить и так далее. И обозначать фамилию Сажина о том, что вот он такой негодяй, и чуть ли не вредитель нашего города, я бы предостерегл Игоря Евгеньевича, потому что мне кажется, это некорректно к работникам администрации. Может быть, он этот документ подписывал тоже скрипят душой и так далее. Мы можем только догадывать, но не исполнить он его не мог, потому что не было решение суда. Да, Игорь Михайлович, ну тогда позвольте, как лицо трудного вопроса, Кирилл Знач, да, но ваша реплика, она понятна, но она, ну как-то, вот как раз в вашем изречении она немножко приобрела определенные, какой-то никакой совершенно никого и конкретно сажена. Если вы помните, я не знаю, почему отдельный. Нет, вы говорите о подписывании. Дождите, дождите, подождите. Я на совете, сейчас вот не помню, как непосредственно, или в комментарии, я четко сказал, только не вздумайте винить сажена. И я вот сейчас публично, под камеры, об этом хочу сказать. Кирилл Знач, давайте не перебивать друг друга. Я говорю, сажена к этой категории я точно никогда не относил и не буду относить, как знающий вообще процессы вот эти происходящие. Уж если на то пошло, вы сами затронули этот вопрос. Я не собирался этот вопрос вот сейчас развивать. Я просто отвечаю на вашу реплику. Вот выдано в пятом году постановление на деление земли Анатолию Александровичу Купыреву. Вот я считаю, вот это было данным уважаемым в определенном смысле мной политикам, значит, выдано. Это как минимум была большая, грубая ошибка, ошибка. Либо не, если так сказать, не юридическая, там не уголовная никакая, но это деяние, ну такое преступное по отношению к исторической застройке нашего города. Мне очень, я просто прошу добраться терпения, я быстрее выскажу. Мне очень обидно. Вот я родился в этом городе, в Загорске. Кто-то здесь тоже рожденный есть, да? Я помню это совершенно другим городом. Чтобы изначально была проверка обоснованности вообще выделения с первого листа, с первого, от публичных слушаний это всего. Ведь вот это вот, проверить законность. Хотя бы в реперных точках, в спорных точках, где они актуальны. Понятно, что не все объекты, но такое внимание, значит, не у каждого есть объекты. Вот. Поэтому я считаю, что обратиться в общественную палату Московской области, в главе района надо обратиться по данному вопросу. То есть использовать все рычаги, чтобы потом сказали, а вы, депутаты, все предприняли? Значит, да, вот мы все предприняли, вот у нас перечень обращений, значит, и далее готовы отставить позиции населения. У меня есть альтернативное предложение. С моей точки зрения, подобного рода обращения, они будут просто показывать нашу квалификацию, как Советы депутатов, как комиссии. Вот. И я, например, не буду голосовать за эту версию. С другой стороны, действительно, что у нас, с моей точки зрения, остается на сегодняшний день, это попытка влиять на застройщика. Вот это, может быть, здесь и есть возможность, по крайней мере, последнюю попытку, совершить для того, чтобы как-то попытаться все-таки ситуацию повернуть спять. И я бы предложил бы создать некую такую, скажем, рабочую согласительную комиссию, как угодно можно назвать, сделал бы ее председателем Игорь Евгеньевичем, сам бы с удовольствием вошел бы в эту комиссию, и встретился бы с застройщиками для того, чтобы попытаться обсудить с ними возможности включить заднюю, так, извините уже за такую терминологию. Вот вы же говорите о том, что можно говорить. Давайте мы с вами попробуем поговорить с ними.